МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители компаний-туроператоров, продающих отдых в России, во всех подробностях изучат туристические возможности нашего региона. И не исключено, что вскоре фраза «курорт Эмариэл» будет восприниматься как должное. А уже в начале апреля в Казани стартует международная специализированная выставка туризма и спорта КИЦ-2016, в которой примет участие делегации из нашей республики. В общем, подготовка к предстоящему туристическому сезону в регионе идет полным ходом. Что нового будет предложено гостям республики в этом году на рынке туристических услуг? Об этом и не только. Вопросы напрямую председателю Комитета Республики Мариэл по туризму Андрею Пуртову. Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Одним из самых масштабных событий в сфере туризма в России является ежегодной международной выставкой «Интурмаркет». Это очень престижная выставка. Буквально на днях она завершилась в Москве. Как на фоне других туристических регионов смотрелась республика Мариэл? В этом году нам выпало почетное право представить потенциал нашего региона в рамках большого объединенного стенда Федерального агентства по туризму. Помимо нашей республики, на этом стенде были представлены такие республики, как Хакасия, Калмыкия и ряд областей Архангельская, Орловская и Свердловская. Приехали мы уже с хорошими новыми наработками, новыми маршрутами, которые мы можем предложить туристу, которые наши туроператоры могут предложить своим коллегам из регионов. Наши туроператоры установили новые контакты и намерения о заключении соглашений, договоров с регионами, которые с нами уже сотрудничают. Это и город Москва, Санкт-Петербург, и Нижегородская область, и Торстан наши соседи, а также Калининград и Екатеринбург. Еще одна новость, у Ишкаралы появился свой официальный туристический бренд. Означает ли это, что столица республики Морил будет представляться на туристическом рынке в неком едином стиле? И что еще принципиально нового ожидает гостей республики в предстоящем туристическом сезоне? Мировая практика ведь как показывает, что молодые, талантливые, одаренные люди хотят себя реализовать, чтобы о них побольше узнали, как-то открыть себя. И пример тому наш регион. Мы уже в течение трех лет наблюдаем, что появилась масса достаточно интересных сайтов о республике Морил, о городе Ишкарале. Это продвигают наши студенты, молодые люди, люди, которые неравнодушны к нашему региону, которые действительно хотят, чтобы Ишкарала стала всемирно известной. К тому примеру наш бренд. Это туристический бренд Ишкаралы. Это не герб, это не государственный символ, это именно туристический бренд, то, что интересно туристу. На нем изображены самые полюбившиеся места гостям нашего региона, именно в городе Ишкарале. Также мы не забыли и об этносоставляющей, и Марийский крест представлен, и в переводе с Марийского Ишкарала это красный город. И, конечно, наш бренд выполнен в красном цвете. Ну и у многих возникает вопрос, почему же на английском языке? Да потому что мы действительно хотим продвинуться не только на всероссийском, но и на международном рынке. Мы входим в новый туристический сезон. Это и, конечно, наши волонтеры, которые будут также работать по выходным и праздничным дням. Помимо этого наши событийные мероприятия, яркие, красочные, также пройдут в этом сезоне, их более 30 у нас будет. Стойки также появятся в городе, пока не так много, но тоже будут оказывать помощь туристу и украшать наш город. Любая отрасль требует профессиональных кадров. Как сегодня обстоит ситуация в Республике Морел с подготовкой гидов-экскурсоводов? И насколько эффективно, на ваш взгляд, налажено сотрудничество с вузами региона по подготовке специалистов для сферы туризма? Как никогда наши вузы идут нам навстречу. Они проявляют инициативу. Это и Волготех, это и Маргу. И ряд частных организаций также разработали курсы по подготовке гидов-экскурсоводов в нашем регионе. Мы провели первый этап в прошлом году по аккредитации гидов-экскурсоводов. Он достаточно успешно у нас прошел. В марте этого года мы планируем провести еще один этап по аккредитации. И что отрадно, получается, что мы немножко опередили. В настоящее время Министерством культуры Российской Федерации разработан проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. А вот в части как раз регулирования деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Данный вопрос широко обсуждался в рамках Всероссийского совещания на выставке Интурмаркет. И мы надеемся, что будем его обсуждать еще и в рамках Координационного совета по туризму, который пройдет в апреле месяце в городе Ярославль. Конечно, самое главное здесь все-таки контроль за гидами-экскурсоводами. Одно дело, когда карточка выдается, и, может быть, когда это будет в федеральное законодательство внесено, более жесткий контроль будет, на ваш взгляд. Не только контроль, но и, наверное, подготовка и образование. Сейчас много говорят о том, что гид-экскурсовод должен быть профессионалом, что это должны быть не краткосрочные курсы, а действительно человек должен этому обучаться. Если говорить в целом о России, что уж скрывать, туристический рынок сейчас активно перестраивается с внешних направлений на внутренние. Те, кто часто бывают за границу, сравнивают в первую очередь качество сервиса. Как будет развиваться туристическая инфраструктура в Республике Мариэл? За 2015 год, об этом уже неоднократно говорилось, у нас появилось 7 новых объектов туристических. Это и гостиницы, и мини-гостиницы, и это агрокомплексы, достаточно интересные. В этом году начинается строительство еще одного агротуристического комплекса в Медведевском муниципальном районе. Это очень радует. Конечно, по уровню оказания услуг именно гостям, прибывающим в наш город, нам нужно работать. Нам необходимы еще средства размещения, так как мы понимаем, что все-таки наши гостиницы могут разместить не такое большое количество туристов. Поэтому над номерным фондом нам тоже нужно работать. И, конечно, работать над тем, чтобы и аттрактивная составляющая была на должном уровне. Инвесторы могут рассчитывать на нашу информационную поддержку, на помощь в рамках наших компетенций. А также в этом году мы вновь объявим конкурс на грант главы Республики Мариэл в сфере внутреннего ездного туризма в нашей Республике. Андрей Петрович, спасибо вам большое за разъяснение и до свидания. Спасибо, до свидания.